15-30% именно настолько подорожал металл и металлопродукция. На промышленных предприятиях, которые используют в производстве металлопрокат, сегодня, мягко сказать, обеспокоены. Потому что в конечном итоге рост цен серьезно отразится на себестоимости продукции. Так что же происходит с металлом на внутреннем рынке? Эту тему накануне обсуждали в Совете Федерации. Наша с вами задача предложить такие меры, которые позволят не допустить текущей ситуации искусственного повышения цен под предлогом последних ситуаций, под предлогом санкций. Этот вопрос актуален и для Алтайского края, как для аграрного региона. Если вырос в цене металл, подорожала сельхозтехника, а за ней и сельхозпродукция. Мы являемся крупнейшим производителем сменных рабочих органов как на российскую сельскохозяйственную технику, почвообрабатывающую, так и на импортную. Доля цены металла или доля вообще металла в себестоимости данной продукции составляет от 70 до 80%. Мы через себя пропустили, особенно в прошлом году, как резкое, непрогнозируемое изменение цены повлияло и как на спрос, и так и на наше финансовое положение. Сегодня эксперты разрабатывают меры, за счет которых можно сдержать рост цены, соблюсти баланс интересов и металлургов, и тех, кто зависит от них. Например, на совещании озвучили предложение ввести в стране пошлины на экспорт металла. По мнению промышленников, сейчас назрела необходимость того, чтобы сырье российского происхождения стоило на внутреннем рынке значительно ниже, чем на мировом. Хотелось бы все-таки обратить внимание на то, что сказал у нас представитель Викторович Евтухов, когда проводил совещание с директоратом металлургических комбинатов. Он сказал о том, что мы не ограничиваем ваше ценообразование на внешнем рынке, но на внутреннем рынке вы все-таки, коллеги, будьте корректны. По итогам совещания в Совете Федерации подготовят предложение, которое обсудят уже на правительственном уровне. Ирина Корчагина, День с толком.